Эту тему продолжим в разговоре с нашим специальным корреспондентом телеканала украинского и навещания Юэй в Европе, Виталий Сизов с нами на связи. Виталий, рады приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Виталий, ну что ж, вот говорим непосредственно о поддержке официального Лондона, о поддержке... Знаете, вот я, возможно, неправильно выражусь, но я правильно понимаю, что, в принципе, юридически королева сейчас несет более такой характер, как престижа, что ли. То есть тут, кроме благотворительности, других каких-то инициатив не может проявляться. Или же может? Ну, сейчас мы вообще живем в очень неформальном мире, и неформальные связи играют огромную роль, а это символ, огромный мировой символ. И, естественно, когда поддержку Украине выказывает королева, это непросто. Тут не обязательно иметь какой-то юридический статус, либо должность. Сам по себе статус королевы, которой привязано внимание бывших стран, которые сейчас ходят в содружество, раньше были колониями всего мира, ну то есть это бренд мировой. И тут ее неформальный статус не играет вообще никакой роли, в принципе, и никак не принижает вот эту степень поддержки, а наоборот увеличивает ее. То есть говорить о том, что это только символическое, да, но сейчас мы живем во многом в символическом мире, и такие символические жесты, они потом конвертируются в реальную поддержку, даже со стороны общества британского. Это часть, по крайней мере, из которого поддерживает институт монархии и с уважением относится к своему лидеру. Британская королевская семья буквально с первых дней войны, которую развязала Россия в Украине, поддерживает наше государство, всячески помогает. И вот королева Елизавета II публично демонстрирует, что она тоже с народом Украины, несмотря на то, что, в принципе, она никогда не выражает свою такую политическую позицию. О чем говорит то, что королева все-таки решила, ну, несколько нарушить эту традицию, и вот так вот публичная, и вот она и одевается так, чтобы, ну, как бы намекнуть на то, что она поддержит украинских народ, и вот вазу с цветами видели в цветах флага украинского, также у нее на столе. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует, на мой взгляд, о масштабе угрозы, которую представляет российское вторжение в Украину, и, естественно, тут даже случается ревность некоторая, да, со стороны представителей других стран, которые тоже страдают от вторжений, от гражданских войн, и часто можно услышать, что к Украине не оправдано, да, там, высокое внимание. Ну, просто у нас огромная проблема, реально, когда ядерная держава угрожает применить ядерное оружие, такого, ну, не было, в принципе, такой угрозы со времен Второй мировой войны, с одной стороны. С другой стороны, огромное количество украинских перемещенных лиц на территории Европы, это беспрецедентно по количеству, по масштабу. Естественно, такая трагедия мировая, она привлекает внимание, естественно, такие люди, как королева, да, которая духовный лидер, можно сказать, должна отвечать каким-то моральным стандартам, естественно, такие люди, они не могут просто молчать. И, в первую очередь, ну, на мой взгляд, это говорит о масштабе этой проблемы, на самом деле, а не о какой-то особой лояльности королеве к Украине. Мы просто оказались в очень такой тяжелой ситуации. Виталий, я хотела бы вот несколько развить эту тему о масштабе проблемы. Это ни в коем образом не должно там вызывать чью-то ревность, такое отношение королевы к военному конфликту, к войне на территории Украины, потому что агрессия против Украины, она ведь скажется не только на судьбе нашей страны, она же повлияет и глобально на мир. Естественно, да, я бы себя поправил, что это не только ревность к отношению королевы, это в целом к политике. В Великобритании здесь масса официальных учреждений, которые по собственной инициативе поднимают украинские флаги. То есть такого вот в Британии, в принципе, ну не было. Либо уже было когда-то очень давно степень консолидации и продовольственный кризис, и кризис с перемещенными лицами. Это огромная масса людей, это, по-моему, рекордное количество перемещенных лиц вообще в истории, в принципе. То есть по многим параметрам наш конфликт, вторжение в Украину, оно беспрецедентно. Естественно, внимание, оно затрагивает всех, оно затрагивает страны, которые, казалось бы, ну никак с нами не связаны. Опять же, это и кризис продовольственный, и кризис топливный, который, да, там связан с тем, что необходимо привлечь Россию к ответственности, вводить ограничения на закупку энергоресурсов. Оказалось, что многие страны европейские, они в значительной степени зависят от России, и не только. То есть вот этот масштаб, он действительно, действительно, это из ряда вон выдающийся. Ну и опять же, я повторюсь, ну и заявление президента Российской Федерации, постоянно вот эти вот намеки на использование ядерного оружия, такого не было. И надо что-то с этим сделать, естественно, для этого важна консолидация всего мира, и в этом помогает в том числе и королевская семья британская. Виталий, в свою очередь, так же, вот если вы загорели уже за ядерное применение оружия Российской Федерации, возможно, и вот эти все страшилки, которые постоянно слышим, в свою очередь в российских эфирах, в свою очередь и Дмитрий Киселев также об этом говорил, что вот они могут нанести ракетой на удар на Великобританию, Великобританию, Великобритания там вся утечет под воду и так далее, но... Остров. Да, да, да. В свою очередь, в свою очередь, так же шла речь о том, что это уже Ольга Скобеева в эфире, сама Ольга Скобеева даже поправила своих спикеров, что ведь Великобритания может нанести ответный ядерный удар. Как вы считаете, если ситуация будет усугубляться еще больше, если, конечно же, не дай бог, но все-таки пойдет вероятность ядерного удара Российской Федерации, сможет ли Великобритания или, возможно, другие страны, по вашему мнению, использовать ответный ядерный удар? Ну, нет, я бы воздержался от таких комментариев, потому что я не эксперт в ядерном... Это больше оптический вопрос, я не говорю о физическом. Я могу сказать только одно, то, что вы говорите, допустим, что эти страшилки, возможно, да, это страшилки, возможно, это блеф, но это именно то, да, что люди здесь воспринимают серьезно, чего люди, по крайней мере, на экспертном уровне, они опасаются. То есть они считают, да, что это вот какая-то маловероятная ситуация, но уже ее надо, ну, не то, что исключать нельзя, но надо думать об этом и всячески пытаться изменить российский режим, чтобы даже и мыслей таких у людей не было. Но это то, что реально затрагивает всех и то, что реально может беспокоить людей, которые живут вдалеке от театра военных действий. Потому что даже не секрет, мы видим это и по Украине, и по ситуации, что даже в рамках одной страны, которая вовлечена в конфликт, которая стала объектом агрессии, все равно во многом бывает по-разному воспринимается конфликт. И когда, да, там, боевые действия прекращаются в определенном населенном пункте, зачастую людям кажется, что война движется к завершению, и ситуация кардинально изменилась, в то время как в другой части Украины еще продолжаются там бои и с огромными жерстами. Естественно, и люди в Европе, и люди в Великобритании, они думают о тех проблемах, которые могут им непосредственно угрожать. И эта проблема, она достаточно серьезная, тем более, когда озвучивают это все в эфире федеральных телеканалов. Виталий, в свою очередь я не просто так затронул тему ядерного оружия, потому что тут Владимир Зеленский также говорил, в свою очередь, и о создании гарантии безопасности, которые поддерживают и Великобритания, и Польша в том числе. В свою очередь Сергей Лещенко в нашем эфире, советник главы Офиса президента Украины, сказал, что премьер-министр Великобритании господин Джонсон предложил президенту Украины Зеленскому создать новый международный альянс, который будет противостоять России. Услышим, и будет один вопрос к вам. Такой союз, он очерчивает амбиции Бориса Джонсона, как нового лидера англосаксонского мира, и показывает его, скажем, лидирующую роль в противоставлении западного мира Путину. То есть западный мир, к сожалению, наслаблен уходом многих ярких лидеров, слабостью, которую показала Америка во время афганской истории эвакуации из Афганистана. И на сегодняшний день вот эта вакансия лидера за свободного мира, ее пытается Борис Джонсон занять, а понимая, что не все согласаются на его лидерство в тех институциях, которые существуют, он предлагает создавать новые форматы, которые для нас, конечно же, выгодны, потому что для Украины выгодно иметь присутствие в различных формах, в европейской трансатлантической повестке дня. И если Джонсону это выгодно, это нам это выгодно, то это как бы история, которую выиграют обе стороны. Win-win game. Соответственно, ну ждем, что это воплотится. Еще перед началом войны Польша и Британия предлагали обсуждать такой альянс на двоих. И на сегодняшний день эта инициатива, вот она перерождается в такое предложение Джонсона. Я думаю, что до конца года мы уже получим более четкий, обрисованный формат существования этой институции. И я правильно понимаю, что если мы видим такую четкую позицию от Бориса Джонсона, мы видим четкую, ну практически четкую позицию от королевы, учитывая то, что она всячески пытается косвенно ново проявить поддержку Украине. Может ли это говорить о том, что и британский народ в целом также един, и что вот сейчас вероятность таких вот создания возможного нового альянса, это создание гарантии безопасности, оно очень-очень реалистично в ближайшей перспективе? Ну политически это пока только проекты, но на практическом уровне, конечно, уже в рамках этого треугольника сотрудничество, конечно, оно огромное. Это и передача танков со стороны Польши, Украине, это и постоянная адвокация Украины со стороны Польши, и размещение нескольких миллионов перемещенных лиц, и роль Британии в санкциях, в санкционной политике. Такой как бы союз, он уже по факту неформальный существует, этот треугольник, в принципе. Для того, чтобы его формализовать, это, конечно, более сложный процесс, тем более, что каждая из этих стран, она декларирует свою какую-то внешнюю политику. У Украины это вступление в ЕС, у Польши это увеличение ее влияния в Европейском союзе, которым она недовольна. У Британии вообще альтернативный взгляд на то, как должна развиваться Европа, она покинула Европейский союз. Поэтому вот как-то это все объединить, это будет достаточно сложно, но то, что объединяет Киев, Лондон и Варшаву, это то, что эти три государства, они, можно сказать, ну не то, что недовольны, но им не нравится вовлеченность Брюсселя и Европейского союза в разрешение конфликта, которое огромное, конечно, но они считают, что Европа, Германия, Франция, все другие страны, они могли бы сделать гораздо больше в плане помощи Украины и гораздо быстрее. Если этот механизм не работает, естественно, страны ищут какую-то возможность решать это между собой. И с другой стороны, вот объявление о таком союзе возможном, даже если это просто заявление, это будет уже подстегивать людей в Брюсселе обращать внимание на позицию Польши, на позицию Украины, на позицию Великобритании, потому что это как бы демонстрирует, что не все так в порядке в Европейском союзе в плане единства и поддержки Украины, и надо более прислушиваться. Вот этот не конфликт, но вот эта, скажем, дискуссия между старой и новой Европой по вопросу Украины, она должна быть более глубокой, и все-таки вот эти богатые, более устойчивые демократии, как они себя считают, они должны прислушиваться к своим коллегам по Альянсу, по Союзу, по Европейскому союзу, которые чувствуют гораздо более сильную угрозу со стороны Российской Федерации, потому что они географически находятся рядом и хотели бы чувствовать себя защищенными. И эту безопасность они видят, что может гарантировать Украина, которая пока защищается, значит, и они в безопасности. Вот я бы под таким ракурсом посмотрел на это неформальное пока что, ну и формальное, но в целом неформальное объединение.